Здравствуйте! Вот существование науки, или как говорят, бытование науки, оно постоянно связано с тем, что вот эти вот идеи научные их проверяют, перепроверяют и создают новые, и с точки зрения улучшения предыдущих идей. Нужно сказать, что эта мысль, она такая диалектическая, как говорится, диалектическая такая вот мысль, ее поддерживают многие мои зрители, и поддерживают активно, они хотят улучшить науку, зрители, которые имеют высшее образование, они пытаются методами философии эту науку улучшать, физику, нашу физику. Я иногда их прошу, а что вы стесняетесь, формулы? Формулы только все затуманивают. И вообще во всех разделах физики разная математика. Я не знаю, как это люди наблюдали в разных разделах физики разную математику. Мне кажется, дифференциальное уравнение, что квантовой механики, дифференциальное уравнение в частных производных, что в обычной механике, что в теории поля, все везде уравнение в частных производных. Хоть ты тресни, но и витражные, буквки по-разному пишут. Я не знаю, почему. Вот мне не удалось вы объясните. Я очень часто нахожусь в переписке с одним моим зрителем, который, в общем-то говоря, я ему хотел предложить побеседовать вот в ютубе на эту тему. Говорит, у меня микрофона нет. Ну вот так вот. Вот такие у меня обстоятельства, что микрофона нет, и беседовать я не буду. Вот. Жаль. А так бы я ему попытался объяснить, где у него есть его некое заблуждение. У него, например, есть такое вот положение, что что говорить так вот волюнтаристически? Волюнтаристически – это моя фраза. Альберт Эйнштейн объявил, что скорость света – это максимальная. Да, свет не может двигаться быстрее скорости света, но зачем же это распространять на материальные объекты? Дело в том, что если материальные объекты не могут двигаться быстрее скорости света, то это значит, что человечество обречено, оно никогда не сможет вырваться далеко-далеко из объятия нашей Солнечной системы. Это же принципиально, это смерть человечества. Очень хорошо, что человек беспокоится о человечестве. Но вот давайте рассуждать здраво. Есть экспериментальные данные, которые говорят, протоны не могут двигаться быстрее скорости света. С протонами происходит всё то, что предписано релятивистской механикой. То есть меняется масса, меняется скорость течения времени на этом протоне. Не могут нейтроны двигаться быстрее скорости света. Тут, правда, сложнее, потому что протон можно ускорять, 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 ускоритель. Сколько не ускоряй, он всё равно не будет двигаться быстрее скорости света. А вот нейтроны, ну, мы с ними имеем дело, как с некими вторичными объектами, которые получаются при ядерной реакции. Они тоже не движутся быстрее скорости света. Электроны тоже не движутся. Их можно ускорять в ускорителе. Не движутся и всё. Вот хоть-то тресник. То есть, в принципе говоря, можно считать очень надёжным установленным фактом, то, что электроны, протоны и нейтроны, это те микроскопические частички, из которых состоит вещество, они двигаться быстрее скорости света не могут. Ну и что? А вот космический корабль, сделанный из атомов, который сделан из протонов, нейтронов и электронов, может. Я пытался это сделать, так сказать, таким вот мощным, планировал в разговоре, мощным, так сказать, ну, аргументом, а потом понял, что ничего не получится, потому что скажут, а эффект масштаба, тут у вас отдельный протон, а тут у нас целая ракета. Протон не может, ракета может. Тут никакой Катющик не смог, мне кажется, доказать. Вот Катющик, он мощный, он вообще мой маяк, на который я равняюсь, это человек успеха, имеющий успех у зрителей, который его любит. Я тоже хотел бы иметь такой успех, и он значительно честнее обеспечен тем, что он пользуется простейшими аргументами логическими. И я тут тоже вот к логическим аргументам пришел, а мне моим же салом, мне же по мусалам, да? Да, не получается такое дело, да? Скажут, вот так он будет происходить. Ну, вообще-то говоря, современная физика очень хорошо доказала все эти существования в соответствии с специальной теорией относительности фактической жизни. Ну, например, то, что скорость протекания процессов замедляется, да, если при больших скоростях движения. В это время мемизон, который движется со скоростью, значит, приближающейся к скорости света, он живет дольше, чем мемизон, который движется медленнее. Факт, факт, это известный факт. Его еще установил знаменитый индийский физик по фамилии Баба. Ну, есть еще такой принцип Баба, между прочим, или закон Баба, как-то я уж не знаю, как его сказать, а принцип заключается в следующем. Если что-то не удается сделать в течение 20 лет, ну, что-то техническое, научно-техническое, это значит, при современном уровне развития технологии это невозможно. Ну, в частности, это закон Баба, он применим к идеям освоения управления термином ядерного синтеза, его уже осваивают с 50-х годов, и прошло гораздо больше 20 лет, уже, наверное, лет 70 скоро будет, все строят чего-то там, все на что-то надеемся, причем строят уже порядка 40 лет, да, еще лет 20 будут строить, потом будут вводить в эксплуатацию, проводить исследования, да, мощно, конечно, мощно. Вот, но это как раз мощная иллюстрация к закону Баба. Извините, что отошел в сторону, но, тем не менее, пытаться как-то вот убирать из науки современную теорию гравитации не надо, неправильно. Никакая там теория гравитации не придумывает там близкодействия. На самом деле имеет место быть то, что по-новому осмысливается гравитация, гравитация осмысливается как искривление пространства, вот, пространство времени, простите, не пространство, а пространство времени. И что он заставляет, скажем так сказать, тело падать на другое массивное тело. Вот такие вот подходцы, и то, что никак не удается с помощью, ну, превратить гравитацию в некую такую вот взаимодействие, которое переносится виртуальными частицами, например, это лишний факт в пользу того, что есть взаимодействие и есть вот эта вот гравитация, которая заключается в искривлении пространства. Ну, вот я думаю, вот так вот. Но боюсь, что я ничего не докажу никому этими словами. Я скажу, да нет, ну вы просто взголи, вы скрываете, что где-то в недрах галактики есть протоны, которые движутся сверхсветами, скоростями, поэтому вы просто не видите. Это, кстати, мощный аргумент. Его украли у физиков. Физики придумывают всякие параллельные реальности. Говорят, ну, вы всё равно, говорит, их не увидите. Они же параллельные реальности. Другая реальность. Вы знаете, я бы посоветовал генераторам таких идей повнимательнее изучить современную физику. Повнимательнее понять, о чём там идёт вещь. Тот понятийный аппарат. Вот то явление, которое называют сейчас коротко и хлёстко большой взрыв, это на самом деле просто анекдотическое дело. Один из противников общей теории относительности, британский радиоастроном, выступая на радио BBC, он там вёл научно-популярные программы, он назвал вот эту модель моделью ядерного взрыва, моделью большого взрыва, в результате которого появляется Вселенная. И причём он как-то немножко неправильно предложил. Взрыв ни в каком месте не происходит. Вот наше понятие взрыв – это что такое? Вот есть точка в пространстве, и там что-то взрывается. Ну, бомбан, блядь. Вот. А тут нет. Тут просто бах, и появилось пространство. И надо сказать, что большой взрыв – это даже не его вина, а это наш перевод. Биг Бэнк имеет несколько переводов в словаре англо-русского языка, в англо-русском словаре, но там только один вот – Биг Бэнк, большой взрыв, вот это вот Бэнк, да, Бэнк. Бэнк – это так бэнк и появилось, да, бэнк – раз, и я вам из шапки достал котёнка Барсика, кота Барсика, да, или котёнка Теграша, вот, вот так вот, Бэнк, а это Биг Бэнк и только вот в этом смысле переводится как большой взрыв. Кто-то думал, думал, как, ну, передает, а где он был, а вот они галактики разлетают, а куда они летят, ну, куда они летят, пространство расширяется, бесконечное пространство появилось, сразу, всё, ну, пока так вот, пока ничто не говорит о том, что где-то там у этого пространства есть конец. Ах, беда мне с вами. Учишь вас, учишь. Они опять со своими открытиями приходят. Да нет, правильно, приходите с открытиями. В принципе говоря, вы, по крайней мере, работаете на уровне Аристотеля, он всё-таки великий человек был. Вы запросто повторяете вот эти вот умозрительные концепции Аристотеля, но уже на новый манер. Это нормально. Аристотель – это наше всё, когда-то было. Внизу реквизиты есть, посмотрите на них и переведите туда денег. Можешь стать моими подписчиками на Бусти, если вы россиянин, или можете стать моими спонсорами на Ютубе, если вы из-за границей. Такая вот жизнь. Кстати, на Бусти можете смотреть, и, кстати, эти спонсоры Ютубовские тоже могут смотреть у себя на Ютубе. Мои лекции для поступающих в ВУЗ, которые ЕГЭ буду задавать по математике и по физике. Это по фирме записаны 36 полуторачасовых лекций по математике, и столько же 36 полуторачасовых по физике. Я устал это рекламировать, но вот по инерции всё равно рекламирую. Больше, чем 30 человек я так и не смог заинтересовать. Представляете, мы 70 лекций сняли, а заинтересовали только 32 человек. Вот и всё. Жду вас. Приходите ко мне. Я люблю вас. И особенно радуюсь, как ребёнок, когда вы мне присылаете деньги. Всего доброго. До свидания. Всех вам благ.